Ёлочка желаний продолжает дарить чудеса. В этом году наш телеканал проводит свою традиционную акцию совместно с бизнес-лигой и исполняет мечты детей, которые остались без родителей. Сегодня герой нашего сюжета – пятилетняя Ильяна Зендрикова. Ильяна Зендрикова с большим нетерпением ждет Нового года, особенно встречи с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Пятилетняя девочка уже написала письмо главному волшебнику страны. Я очень жду Деда Мороза. Я его буду старение считать. И скоро Новый год. Хотела подарок. Я хотела, что он у меня конструктор и хоккей. А почему именно в хоккее настольный? Чем тебе так интересна эта игра? Потому что я хотела выиграть. Я жду Деда Мороза с подарками. Девочка мечтает о встрече с главным волшебником страны, чтобы рассказать, что очень любит ходить в детский сад. Обожает роботов, машины, заниматься каратэ и рисовать. Я рисовала письмо, картинки на Новый год. Девочка еще пока не умеет писать, поэтому рисовать письмо Деду Морозу помогали мама и папа. Так пятилетняя Ильяна, которая осталась без родителей, называет своих опекунов. Так, теперь мне нужно синий. Это как на елочку будут, да? Угу. Гирлянды разноцепленные. Уже нужен желтый. Желтый? Угу. А мне тоже желтый надо, да? Желтый вот он, да. Домик. Это уже потом разукрашивает. Домик, в котором будут жить счастливые люди, Ильяна планирует построить из конструктора, который ей на Новый год подарит Дед Мороз. В этом году главному волшебнику вызвались помочь участники бизнес-лиги. Письмо девочке попало в руки генерального директора группы компании «Серп-регионгаз» Сергея Соколова. Здравствуй, дорогой Дед Мороз. Меня зовут Ильяна. Мне всего пять лет, поэтому я писать еще не умею, и мне помогает мама. Я говорю, а она пишет. Я хожу в детский садик, мне там очень нравится. А ты ходил в детский садик маленький, или ты родился уже старенький? Просто мама и папа мне на этот вопрос ответить не смогли. Как у тебя дела? Как ты поживаешь в своем великом устьюге? Мне бы очень хотелось получить на Новый год конструктор, из которого можно собрать домик, в котором будут жить люди или настольный хоккей. Спасибо, пока. Твоя Ильяна. Сергей Соколов вспоминает, когда был ребенком, тоже писал письма Деду Морозу. Сейчас очень счастлив побывать в роли волшебника. Ведь мечты детей, особенно волшебную новогоднюю ночь, обязательно должны сбываться. Дорогая Ильяна, конечно же, мы исполним твое желание, и, конечно, мы подарим тебе твой подарок, который ты заказала на этот праздник. Потому что я считаю, что в лаборатории Деда Мороза должны сбываться самые лучшие, самые прекрасные желания всех детей. И эту формулу мы для тебя напишем, конечно, уникально, чтобы получился подарок. Дед Мороз уже спешит с новогодними подарками на встречу с мальчишками и девчонками, которая состоится 26 декабря.